Лифт не работал, я девять этажей шёл пешком, чтобы не опоздать. Я пешком... Ух ты! А-а-а! А-а-а! Ну я зашёл! А-а-а! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете радио Перепел-ФМ. Кстати, Перепел — это птица, хотя, послушав наше радио, многие думают, что Перепел — это глагол. Извините, смешно, это смешно. Мы просим вас запастись корвалолом, потому что сегодня у нас в гостях, хотя, каких чёртов гостях, кто его звал, поэт и исполнитель своих, как ему кажется, стихов Аркадий Плинтус. Василий Плинтус. Кому неинтересно, кто ты. Ван-ван, раз-раз, ту-ту, три-три. Как слышно? Слышно, к сожалению, хорошо. Я сегодня хочу предложить всем свои стихотворения. Прости, Господи. Что вы сказали? Я говорю, начинаем, слушают все. Да, 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 да. Из сборника «Любовная лирика» рубрика о верности. Ты, любовь моя навсегда, нет на свете тебя вернее. Не уйдёшь от меня никогда, ведь прикована ты к батарее. Сорок лет, ума нет. Именно так называется мой новый сборник ироничных стихов и стихотворения «Оттудово же». Откудово же? Отсюдово же. Начинаем. Ты говорила, что не знаешь, откуда у меня рога. Наверное, кальция и избыток, ага. Отсюдово же? Откудово же? Оттудово же. Хорошо. Жила-была девочка 60 лет, потому что всем говорила «нет». Оттудово же. Откудово же? Отсюдово же. Хорошо. Пять зубов отсутствует и болит фингал. Зря я, веру, Павловна в лифте целовал. Спасибо. Сорок лет назад в семье Аркадия... Василия. Аркадия. Произошла трагедия. Родился Аркадий. Василий. Аркадий. Когда ему было 16 лет, он издал свой первый сборник стихов. Скажите, у вас есть какие-то хорошие, интересные стихи? Да. Пожалуйста. Естественно. Есть. Называется «Пчела жужжи». Так. Пчела в ноздре не жужжит. Хорошо. Ну. Все, конец стиха. Емко. Но убедительно. Продолжаем. Про «Пеликана» читать? Ну, почему нет? У «Пеликана» очень мощная хлебала. Жаль, что стишок случился без финала. Хорошо, что без финала. Зато в следующем аж два финала. Вывихнута ножка, сломана кроватка. Так. Видно, в Камастутре была опечатка. Друзья, напоминаю, что вы слушаете радио «Перепел» ФМ, хотя я советую послушать вам что-нибудь другое. Ведь у нас в гостях, как на грех, поэт и сочинитель Аркадий Плинтус. Скажите, Аркадий, я вас пока по-хорошему спрашиваю, есть у вас какие-то нормальные, адекватные стихи? Нормальные у меня кончились. А как-то? Надо было подготовиться здесь, в конце концов, передача. Зато у меня есть лучшие стихи. Так. Злободневные, но беззлобные. Денег стало мало, кризиса и за. И теперь коньяк я капаю в глаза. Я хочу напомнить, что основной заказчик стихов, а также CD и видео детского Аркадия, мусороперерабатывающий завод номер пять. Что не так? Номер шесть. С пятым контракт уже. Наши слушатели все еще надеются, что Аркадий прочтет нам какие-то хорошие, интересные стихи. Я, кстати, очень на это тоже надеюсь. Очень надеюсь. Может, про семью? Может, почему нет? Я проживаю в Европе, в семье не очень простой. Там папа носит колготки, а мама всегда с бородой. Достаточно. Во время эфира с Аркадием к нам приходят тысячи сообщений с просьбой сжечь нашу радиостанцию. К счастью, время нашей передачи ограничено, и мы не сможем услышать все стихи Аркадия, но, к сожалению, осталось до конца передачи еще пять минут. Я успею. Уже четыре. Средь берез и сосен принял я 0,8. Сегодня мы узнали неожиданную новость. Оказывается, у Аркадия трое детей. Да? Отобрали вчера мобильник. Да. Детская колыбельная называется «Сверчок». Так. «Тихо в саду за окном, Ночь наступила кругом, Птичка на весочке спит, Только сверчок лишь шуршит, Шурш-шурш-шурш-шуршитель, Шур-шур-шурш-шуршитель, Мед afterwards по памяти Извините, это сверчок. Суршил, шуршил, шуршит. Суршил, шуршит. Все, вышуршился. Придурок, почему что-то. Именно так называется совсем новый сборник моих ироничных стихов и стихотворения «Оттуда же». Откуда же? Отсюда же. Когда хреново на душе и кофе-чай не лезет в глотку, ты позвони скорее мне, мы вместе нас кребем на водку. Друзья, мы вынуждены прервать нашу передачу. Вон отсюда. Так называется новый сборник стихов Аркадия. А может, лучший сборник песен? Запою твои уши до дыр. Я думаю закончить передачу лучше все же стихами нашего поэта. Какими? А вот этими. Вывихнута ножка, сломана кроватка, пробита головка, сломана сапатка. Нет, там была какая-то кроватка сломана в оригинале. А в реалии... Поэтам пьют люди, люди, люди. Не надо трогать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.